Здравствуйте ребята! Вы знаете, что люди стали добывать огонь давным-давно. Он согревает нас в холод, с его помощью каждый день мама готовит вкусный ужин. Когда в комнате темно, вы включаете свет, а ведь это тоже огонь. Но следует помнить, что огонь может стать причиной большой опасность пожара. Посмотрите, родители ушли на работу, а Алеша и Настя остались дома одни. Включай телевизор, сейчас начнутся мультики, а я пока пойду поставлю чайник. Попьем чайку, а там, глядишь, и мама с папой вернутся. Ух ты, это же колобок, ух ты! Чем это пахнет? Дым! Спасайся! Спасайся! За диван давай! Здравствуйте, мои юные друзья! Я иду к вам на помощь! Нельзя прятаться под кровать! Вы, видно, не знаете правил поведения при пожаре? Я знаю! Надо подушить пожар самим! Настя, набери воды! Стоп! Ребята, так нельзя! Можно серьезно пострадать! Так кто мне скажет, куда нужно звонить при пожаре? Папи! Первым делом надо звонить 0-1! Молодец! Звоните 0-1! Запомните, ребята, нельзя прятаться от огня под кроватью или в шкафу. Там вас будет трудно найти пожарным. Тушить пожар самостоятельно не стоит. Сразу необходимо позвонить по телефону 0-1. Никогда не тушите работающие электрические приборы водой. Приезжайте калей! Пошите нас! Сначала нужно сказать, что случилось, затем свой адрес и свою фамилию. А теперь, мои юные друзья, давайте выбираться из квартиры. Надо позвать на помощь кого-нибудь из взрослых. Что же нам теперь делать? Везде дым, тяжело дышать! Стойте! Главное не паниковать. Если выбраться из квартиры не получается, надо выйти на балкон и плотно закрыть за собой дверь. Правильно! Ой-ой, везде дым! При сильном задымлении двигаться лучше как можно ближе к полу, а дышать через мокрую ткань. Вперед, друзья! Ребята, запомните, что при сильном задымлении перемещаться надо вдоль стен, полоском или на корточках, потому что около пола меньше дыма, а дышать через мокрую ткань. Если нет возможности выйти из квартиры, выходите на балкон, плотно закройте дверь, зовите на помощь взрослых. Вас обязательно спасут! Ребята, молодцы! У вас все получилось, потому что вы действовали правильно. Не забывайте правила пожарной безопасности. Будьте аккуратны и внимательны. Спасибо, Колобок! Браво, пожарный! Подождите, мои юные друзья! Это еще не все. Давайте еще раз повторим правила, которые вы узнали сегодня. Нельзя прятаться от огня под кроватью или в шкафу. Тушить пожар самостоятельно не стоит. Сразу необходимо позвонить по телефону 01. Никогда не тушите работающие электрические приборы водой, что при сильном задымлении перемещаться надо ползком или на корточках, а дышать через мокрую ткань. Если нет возможности выйти из квартиры, выходите на балкон, плотно закройте дверь, зовите на помощь взрослых. Главное, маленьким детям нельзя включать утюги, чайники, электрические и газовые плиты. Удачи вам, мои юные друзья!